Телеканал Ньюсфронт, программа «Мнение», я ее ведущий Алексей Давыдов. Здравствуйте. Итак, Денис Шмыгаль, премьер-министр Украины, заявил о том, что российское имущество, находящееся на территории незалежной, будет национализировано. Об этом решении мы поговорим и обсудим его вместе с нашим гостем. У нас на прямой связи экс-народный депутат Украины Алексей Журавко. Алексей, здравствуйте. Здравствуйте. Алексей, много ли российского имущества сейчас находится на территории подконтрольной Киеву и насколько для нас болезненным может быть изъятие его? Ну, если говорить чисто с человеческой позиции и говорить с тех соображений, что есть международное право о защите частной и государственной собственности, которая охраняется законом, конечно, это больно. В любом случае оно ударит и еще раз, будем говорить, усилит раскол. Ну, давайте будем говорить, под этим постановлением и решением кабинет министра Украины может что хочешь делать. Ну, во-первых, это на частном бизнесе скажется. Хотим мы, не хотим. А все-таки в частных структурах люди как-то пытались работать, завозить продукцию, есть предприятия. И косвенно, хочешь не хочешь, они являются частью России. Поэтому это пойдет беспредел, в первую очередь, на частном бизнесе скажется очень сильно. Второе, это скажется очень сильно на государственном уровне. Я бы назвал это решение беспределом. Но этот беспредел позволяет именно делать европейские страны, американцы и англичане. Мы видим, как они в последнее время отбирают денежные средства Российской Федерации. Мы видим, как поступила Америка с посольством России в, будем говорить, Америку. Да. Поэтому вседозволенность позволяет хаосу. А почему бы сегодня не начать отнимать имущество бесплатно в данный момент и без совести отбирать у России. Но давайте будем говорить так. Это имущество, какое они сейчас отберут, оно теряет свою стоимость. И теряет свою стоимость, связанное с тем, что идет освободительный процесс. От, можно сказать, фашистов, негодяев, рейдеров, бандитов. Ну, как Зеленский, Порошенко и всякое отребие, которое управляет страной сегодня. Поэтому я думаю, что после отбора, пока мы сейчас еще не поздно, они продисконтируют это имущество. И просто-напросто, если успеют продать его, то хотя бы что-то они вывезут за булок. То есть деньги. Это идет прямое набивание карманов. Больше ничего. Нету здесь государственного какого-то умысла, чтоб это было там национализировано, продано. Построены детские садики, интернаты. Малоимущим там чем-то помочь при сегодняшней ситуации. Поэтому это просто горбеж средь белого дня. Но с народом это никакого отношения не имеет. Да, еще хочу сказать, что это доказывает то, что Европе нельзя верить, Англии нельзя верить, Америке нельзя верить. Это обычные бандиты с большой дороги прикрываются людьми политикой. Ну и давайте будем рассматривать ту ситуацию, если принято было такое решение. Шмегалем, он все-таки считается как хозяйственный блок целой Украины и можно сказать законодательный орган. Он же подает законы, законы о проектах Верховных Средствах. Это легализация фактически на подтверждение, что конфликт продолжается. С этими упырями нельзя договариваться ни о чем. С дьяволом садиться в карте нельзя. Поэтому, как говорится, освободительная операция продолжается. Народ умывается кровью, а кто-то богатеет. Вот как бы я все это назвал. Поэтому ничего страшного в данный момент я не вижу. Потому что все рано или поздно предприятия и имущества вернутся назад в Россию. Освободительная операция пройдет успешно. Да, есть определенные задержки. И я думаю, что все вернется в освоясь. Только легально уже. Не будет такого, что это на территории Украины. Украина фактически разваливается. Зеленский ее добивает. Они успешно выполняют поставленную задачу выжженная земля. Они успешно выполняют людей подставлять как щит. И так далее. Поэтому мне больше нечего в этом плане добавить. А если рассматривать ситуацию в том плане, почему адекватно Россия поступает. Только заметьте, Россия национализирует. Россия сегодня думает, как создать, будем говорить, аукцион. И куда эти деньги направить. На благие дела. И не опускается до такой низости, как опускается так называемая власть. Я с 2014 года не признаю эту власть. И вообще с этими чурбанами, как я называю. А как Андреев говорит, с шайтанами. Ни о чем нельзя договариваться. Поэтому сегодня России надо определиться четко уже. Вы знаете, я хочу сказать, что только белый флаг Украине надо поднять. Все. Вот такое мое мнение. Алексей, у меня уточняющий вопрос. Вот вы говорили, что данное решение Шмыгаля, оно увеличит раскол. Раскол между кем? Между Россией и Украиной? Или раскол между бизнес-элитами в России и властью? Давайте так. Раскол увеличится, во-первых, внутри. Потому что мы понимаем, что появятся люди обиженные. А это рабочие места. А это бизнес. Это торговые отношения. Это человеческие связи. Поэтому, в первую очередь, это внутри Украины скажется. Второе. Доходная часть со стороны украинской, она упадет и ударит в первую очередь по Украине. Второе. Да. Раскол услугится между людьми. Россия и Украина. Потому что Россия не сможет с теми людьми работать, которые на Украине. А украинцы, которые хотят работать, они не смогут работать на территории России. И это же надо как-то вычленять. Потому что не забывайте, что есть бизнес, который на крови строит бизнес. Им пофиг с кем они работают. Они помогают и нацистам. Они помогают и всякой швали, и атрибью, и тому же Зеленскому. Но притворяются, как говорится, овечки в волчьей шкуре. Притворяются. И они работают и с Россией. Это же надо все вычленять. Если Россия это будет вычленять, четко проверять эти факты, проводить расследование, то Украина не будет расследование это проводить. Значит, это обратно ударит пуком по Украине. А это разрыв. Он усугубляется. Надо думать еще и о человеческом факторе. Потому что там люди запуганы. А тут вдруг проходит национализация. Там, где люди не пострадали от военных действий. Естественно, там бизнес работает. А вы знаете, что у нас 15 лет уже ввели решением дебила Зеленского за то, что сотрудничаешь с Россией. Кто там разбирается? Значит, обратно страх, риск. И человек не будет работать. То есть эти все факторы надо учитывать. На завершающий не отвечайте. В принципе, как бы, в общем-то, тему мы уже раскрыли с вами. Поэтому сейчас просто попрощаемся. И, как говорится, увидимся. Увидимся уже очень скоро. Ну что ж. Алексей, большое вам спасибо за комментарии по теме нашей сегодняшней программы. Я благодарю за то, что вышли с нами на прямую связь. Ну и, разумеется, до следующей встречи на телеканале. До свидания. До свидания. Дорогие друзья, это была программа «Мнение». Я ее ведущий Алексей Давыдов. Напоминаю, что мы сегодня обсудили решение украинского Кабмина о национализации имущества россиян, находящегося на территории незалежной. О том, к чему это может привести и почему такое решение было принято, мы обсудили вместе с нашим гостем. У нас на прямой связи был экс-народный депутат Украины Алексей Журавко. Спасибо за то, что были с нами. Телеканал «Ньюсфронт» продолжает свою работу. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!